В сентябре этого года петербургский муниципальный депутат Никита Юферев провел интересный эксперимент. Он отправил по официальному письму каждому из депутатов от Единой России в законодательном собрании Санкт-Петербурга, то есть в парламенте города. В письмах было два простых вопроса. Поддерживаете ли вы политику Владимира Путина и специальную военную операцию на территории Украины? И что вы думаете, из 30 депутатов-единороссов лишь один отважился ответить «да» и «да». Путина поддерживаю, спецоперацию тоже. А все остальные нашли способ соскочить. Мол, все это не находится в ведении ЗАГС-собрания, на вопросы личного характера депутат отвечать не обязан, ну и так далее. Депутат-единоросс, он хоть и носит на лацкане значок с медведем, но по характеру скорее бурундук. Человек запасливый и осторожный. Еще зима не наступила, еще Херсон не сдан, а он уже в сентябре месяца смекает. Не стоит лишний раз расписываться в твердости убеждений и непоколебимости взглядов. Лучше как-то между струйками, не раздражать ни нынешнее начальство, ни будущее, которое совсем скоро придет на смену. Вы, граждане, депутаты, единороссы и тунеядцы, все правильно смекайте. И сегодня поговорим почему. Лишь человеку наивному и непосвященному кажется, что при диктатуре самое теплое и безопасное место под крылышком у вождя. Ходи на провластные митинги, повесь фотографию в кабинете, нарисуй Z на машине и все у тебя будет хорошо. Это приспособленческая стратегия, которую многие считают эффективной. Не депутаты петербургские, как мы обратили внимание. Но многие, тем не менее, считают. Но вот эффективна ли она на самом деле? Да, сейчас возбуждаются десятки дел о дискредитации армии, но на другой чаше весов десятки тысяч добровольцев и военных, погибших на войне. Именно поэтому в России до сих пор находятся смелые люди, выступающие против войны, несмотря на риски. Слишком несоразмерны ставки. Сотни штрафов и некоторое количество уголовных дел с одной стороны и десятки тысяч смертей с другой. Так кому же сейчас хуже? Сторонником Путина или его противником? Какая модель поведения самая безопасная? Как репрессии проходили раньше? Самое страшное время в российской истории, если оставить за скобками Великую Отечественную войну, это большой террор при Сталине. Почти 700 тысяч расстрелянных и миллионы репрессированных. Помимо бывших белых, кулаков, царских чиновников и политиков всех сортов, в группу риска попадали почти все партийные начальники и сами НКВДшники. В этот период, например, из 139 членов и кандидатов в члены Центральный комитет ВКПБ, избранных на 17 съезде, был расстрелян 101 человек. Еще пятеро покончили жизнь самоубийством. То есть погибли 76%. Центральный комитет ЦК – это орган, примерно как сегодня, Президиум Единой России. Да и судьба всех участников 17 съезда незавидна. Из 1966 делегатов через несколько лет были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях более половины из них, то есть 1103 человека. Да и с самыми главными начальниками дела тоже обстояли не очень. Казалось бы, что может грозить всемогущему главе НКВД, который одной подписью мог казнить тысячи человек в СССР? Это же была абсолютная власть. Он был всесилен, он мог даже казнить своих судей и палачей. Но только те успели раньше. Николай Ежов, в честь которого тот период репрессий назвали Ежовчиной, пришел к власти, казнив своего предшественника, Генриха Ягоду, который продержался на посту главного чекиста два года. Что же стало с Ежовым? Его, как подлого врага народа, разоблачил чекист из Иванова Журавлев. Который стал за это руководителем московского НКВД. А потом в 45 лет умер при неизвестных обстоятельствах. А приказ на арест Ежова подписал уже следующий начальник НКВД, бывший заместитель Ежова Лаврентий Берия, которого потом тоже казнили. Всех казнили. Чем ближе ты к верхушке в подобной системе, тем больше у тебя шансов быть убитым. Поэтому комиссар госбезопасности Генрих Люшков предусмотрительно бежал в Японию, где его, правда, потом все равно застрелили. А начальник Ленинградского управления НКВД еще более предусмотрительно застрелился сам. А начальник украинского скрылся в неизвестном направлении и был таков. Ближайшего помощника Ежова, Фриновского, тоже арестовали. Вместе с ним казнили его семью, как членов семьи врага народа. Тяжела и неказиста жизнь советского чекиста. И не длина. Я повторюсь, во времена Большого террора были расстреляны или совершили суицид 76% членов ЦК ВКПБ или кандидатов, избранных на 17-м съезде в 34-м году. Три четверти. Вероятность попасть под каток у них в 200 раз выше, чем у обычного человека. Среди обычных советских граждан вероятность быть расстрелянным была в то время 0,4%, что тоже немало. Ну и вот сидит Вячеслав Володин, например, и думает. Я председатель Государственной Думы. Что мне может быть? Действительно. Погуглите Рыкова, например, Вячеслав Викторович. Погуглите Бухарина. Коммунисты ЛДПР из праворосы. Погуглите Зиновьева. Да можете и не гуглите, так понятно, что с ними стало. Расстреляли. Напомню, что рядовым единородцам должно быть тоже боязно, потому что обычных делегатов репрессировали каждого второго. Почему так? Найти среди условных своих предателя гораздо почетнее и проще, чем ловить предателей настоящих. И это будут делать и в сегодняшней России. Об этом надо помнить. О политиках и чекистах поговорили. Ну и что там с военными? Тут можно вспомнить дело маршала Тухачевского. Его судили за организацию военного заговора в июне 37-го года. Все обвиняемые тогда были признаны виновными и расстреляны. После этого дела по СССР прокатилась волна репрессий в армии. В 37-38 годах были репрессированы 16 тысяч человек. Среди высшего командного состава Красной Армии процент репрессированных достиг 65. Кстати, вот пять первых маршалов СССР. Репрессировано три из пяти. С военными все еще хуже и страшнее, чем с той же партийной верхушкой или силовиками. Это одна из сил, способная захватить власть в стране. А значит, они представляют угрозу. Толпы протестующих не смогут проломить стены Кремля, а вот кинжал или калибр, стоящий на вооружении, может. Космонавты Росгвардии могут остановить протестующих, но не танковую роту или мотострелковый батальон. Поэтому военным жить в диктатурах намного опаснее, чем обычным людям. Военным, чекистам, высшим чиновникам, да и просто чиновникам. И все это будет. Будет и у нас. Сейчас поговорим об этом, и что с этим всем делать, этим людям. Но сначала небольшая реклама. Зарубежные бренды ушли из России. Но что делать, если вам хочется джинсы Levi's или джемпер из Uniqlo, а ваш ребенок хочет тот самый набор Lego, который теперь достать невозможно? Возможно. Вы можете заказывать брендовую одежду и обувь из США с помощью сервиса Просто Бокс. С Просто Бокс вы получите доступ к ассортименту, которого нет сейчас в России. Xara, H&M, Asos, Massimo Duty, Uniqlo. А также сможете покупать детские вещи в Carters и Adidas. И лучше заказывать прямо сейчас, ведь в магазинах США во все идут распродажи на Черную Пятницу. Скидки на бренды достигают 90%. Вот, например, в H&M сейчас 70%. К тому же в американских онлайн-магазинах бренды вроде New Balance, Levi's или Calvin Klein продаются по ценам той же Zara. Это даже с учетом доставки. А еще вы можете с помощью сервиса заказать витамины с американского iHerb. Знаю, что многим не хватает. Покупать в США просто-спросто Бокс. Достаточно зайти на американский сайт нужного вам бренда, например, Zara, и выбрать товары. Если сайт не открывается из России, тогда установите и включите VPN, и все откроется. Затем отправляйте ссылки на нужные вам товары байерам просто Бокса, а они выкупают заказ, используя свои карты. Спустя неделю-две вы заберете посылку в ближайшем пункте выдачи или на почте. Оплатить заказы и доставку можно картами российских банков или другим удобным вам способом в рублях прямо на сайте просто Бокс. Сервис не берет комиссию за пополнение баланса на сайте от 10 долларов. Доставка стоит от 3 долларов 99 центов и идет от 6 дней до Москвы. Что важно, у сервиса нет скрытых платежей. Зато есть служба поддержки 24 на 7, а также бесплатная переупаковка и объединение посылок. Промокод MAXCATS дает скидку в 10% на первую доставку. Подписывайтесь также на телеграм-канал Просто Бокс. Все ссылки в описании под видео. Важно добавить, все эти товары не находятся ни под какими санкциями. Просто эти бренды не работают в России, но работают в Америке. Ничего не мешает вам заказать их в России. Если нынешняя Россия и похожа чем-то на СССР в раме массовых репрессий, то это тем, что близость к власти не защищает, а наоборот создает дополнительные риски. Институт проблем правоприменения еще в 2018 году подсчитал, что для высших чиновников риск оказаться в тюрьме в 15 раз выше, чем у рядовых образованных граждан. Это до войны. Среди силовиков все еще хуже. У нас на эту тему был отдельный ролик еще до войны. Если коротко, то, например, аресты высокопоставленных сотрудников в СИН это такая банальность, что на них даже особое внимание уже никто не обращает. Чиновникам вообще не приходится рассчитывать на широкую огласку. Губернатор Фургал, в защиту которого жители Хабаровска выходили на улицы несколько месяцев подряд, предчайшее исключение. Остальные отправляются за решетку без лишнего шума. Таких было много. Попробуйте вспомнить хотя бы одного. Эти люди не вызывают симпатии ни у сторонников Путина, ни у его противников. Никто не придет им на помощь. Поэтому рабочим способом сохранить свободу выглядит тихое увольнение, а еще надежнее отъезд из страны. Быть искренним сторонником системы сейчас тоже так себе стратегия. При первых признаках мобилизации эти люди не бегут из страны, а покорно топают в военкомат. Даже не прячутся. А значит риск попасть на войну и погибнуть у них гораздо выше. Тут никаких репрессий не надо, люди сами идут. А теперь вновь обращусь к вам, граждане хулиганы, тунеядцы, единороссы. Вы бойтесь своей же собственной системы, а не ее развала. Провалится она в любом случае. Никакой капитальный ремонт этому провалу не поможет. Сколько денег на это не собирай. Командовать парадом совсем скоро будут нелюбимые вами либералы. Потому что имперцы всех мастей, великие завоеватели и полководцы и прочие кандидаты на должность короля солнца люди мосточертели. Сначала обворуют, потом еще и на смерть пошлют не за хрен собачий. Жить россиянам хочется. Причем по законам, а не по понятиям из бандитского Петербурга. И если граждане власть придержащие и у власти рядышком стоящие, вы лично тяжких преступлений не совершали, если ваше отчество не Рудольфович, а фамилия не Соловьев, если вы ни в кого не стреляли и никого не призывали ни в кого стрелять, никому не отдавали команды никуда стрелять, то вы лучше начинайте уже сейчас за ним знакомиться и дружиться с либералами. Переступите через себя. Да, либералы и ребята страшно занудные. Любят письменные нормы, юридические процедуры, всякую прочую законность. Еще любят права человека, европейские ценности и все вот это. Но вот в этом вот нашем занудстве есть ваше спасение. Мы рубить с плеча не станем, к стенке не поставим, даже под суд всех по списку не загоним. Не будет у либералов-то таких возможностей и желания. Правовое государство-то так не работает. А если даже кто-то из вас под суд и все-таки попадет, то раскрою вам страшную либеральную правду. Только по секрету. Суды в либеральном государстве независимые, состязательные. Там адвокат у вас настоящий будет. Там и выиграть можно, если вы ни в чем не виноваты. Или получить какое-нибудь мягкое наказание, если совершили вы какое-нибудь небольшое преступление. В общем, сворачивайте всю свою байду и подавайте нам сигналы. Хоть флажками, хоть морзянкой. И не идите на корм акулам. А то скоро вас съедят. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин